ну что дорогие друзья мы находимся в славном чудесном городе сочи отправляемся в сторону гор навстречу приключениям попробуем найти какой-нибудь оффроуд на таком чудесном славном рубиконе 40 колеса само собой все блокировочки дизельный мотор ну и максимально открытый с тёма это же сок короче едем мы не смогли проехать мимо я вам скажу это жесть полная да я не готов прыгать ну ты прыгай я посмотрю капец на рубикончике кстати установлены две лебедочки одна спереди и сзади этот звук я думаю вам знаком это можно знаете только одно что мы едем наконец на оффроуд шикарный автомобиль я конечно влюбился так ну понеслось вроде как в любом случае у нас тут тотальная засуха зато кайфовая погода и пока что не надо выходить единственное переживаю что телефон выпадет прямо нон-стопом есть ощущение и так для начала у нас тут легкая диагоналочка единственное на рубиконе на 40 колеса конечно это слабовато видно но немножко меня начинает напоминать ладогу с ее камнями сзади и и и и и В этот раз мы без бродов, опять-таки, потому что лето, засушливо, поэтому просто катаемся, пока что наслаждаемся красотами. Приехали в какое-то джиперское место, вот видите, мы, кстати, единственные, кто испачкали колеса, а так здесь, посмотрите, какая банда уазиков, все с открытыми тентами, но почему-то все машины полустоковые, еще немножечко сочинских рельефов вам. Красота. Что, Жень, как тебе? Непонятно? Пока непонятная тема, но прикольная. Женя у нас из мира автоспорта. Жалко, конечно, что камера не передает всего уклона, что мы имеем. Жестко, у нас в Питере такого не найдешь. Штурман из автоспорта в деле. Быстро адаптировался. Мне больше такой упроут нравится. Мне вообще по кайфу и сухо. Уклон на самом деле бешеный, да погнали. Ура, мы нашли грязь. Вот она гормышка. А вообще мы едем к водопаду. Сразу говорю, у нас сегодня туристический день без оффроуда, без ребят. Так будем мутить небольшую пати с лазиками и поедем уже барахтаться в говнишко. Красота, ребята, я вам скажу, просто неописуемая. Ребятам понравилось. Мы решили повторить мимо колеи. Рубикон такая диагоналочка даже не интересна. Дэнчик решил не сдаваться. Это так серьезно. Едем дальше. Итак, дорогие зрители, если честно, у нас нарезка идет полным входом. К сожалению, у меня там буквально по пару минут в день, потому что хочется со стороны за этим понаблюдать. Вот, сегодня у нас вот две машины. Уазик на блокировочках. А внутри банда-то все та же. Ну и наш Рубик. Пока едем на покойничках. Джанглы топ. Джанглы топ. Уазик, кстати, на джанглах. Мне, кстати, очень понравился оффроуд в Сочи, потому что сапоги здесь используют вот такие. Едем дальше. Если честно, я удивлен, что мы смогли найти прям настолько жиденькие местечки. Мне определенно нравится Уазик на джанглах. Без каких-либо проблем, после видимости джанглы действительно топ. Продолжение следует... 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 Без рук Меня, кстати, продолжают преследовать следы медведя Почему-то последние питерские серии были с медведями И сейчас это продолжается Да, вы теперь выворачиваете Вот это, ребят, диагоналочка, я вам скажу И, что самое удивительное, на этой машине стоят все стабилизаторы И сзади, и спереди А ты можешь прыгнуть туда, чтобы просто снять глубину канавы? Папу есть Ох, как мне нравится эта поляночка Денчик улыбается, Олег аж очки снял Олег, позвали лучше на меня Автопилот включил, сейчас сама уедет А ну все, приехали Пати переносим сюда Ну, короче, как-то так Посмотрите на красоту этого леса Очень сильно отличается от Санкт-Петербурга Все-таки субтропика, как-никак А у нас здесь лебедочка Первая за серию оффроудов в Сочи Оффроудов в Сочи Вообще никуда нельзя наступать Сочи Оффроудов в Сочи Сочи Ребята, я запах потерял. Сочи у меня забрало оба сапога. А Денчик тут прикис, но вроде барахтается. Пробуем? Пробуем экспериментировать с этой полянкой. Эта колея оказалась довольно простенькой. Коротко о погоде. На улице 32 градуса. Ни одного комарика. Меня еще никто не укусил. Кстати, клещи, которые есть. А где твои... Доброжелюбные. Я их снял. А ты их снял? Доброжелюбные. Мало тоже комары доброжелюбные, еще и клещи не энцефалитные. Ха-ха-ха. Хорошечно, хорошечно. Кстати, можешь попробовать побороться что-то. Я думаю не... А попробуй. Тёма в своей привычной среде обитания, но почему-то более загорелый и без сапог, без куртки, без шапки. Без забродов. Без забродов, да. А в эфире сочинские технологии. Называется... Ну, мог бы сказать, блин. Оно реально падает. Рубикон на автопилоте. Кстати, отпусти ребёнку просто, покажи. Ну, вообще не намотан. Не, перестал ехать. А возьмешь чуть-чуть, а ты его брать и так. Ха-ха-ха. О! Да, я выезжаю. Ха-ха-ха-ха! У сочинского проводы есть свои косяки. Хоро, что Денчик сегодня хотя бы двери поставил. Это уже радует. Какие двери бы не было сейчас? Да вы, блин, сревнуетесь, кто больше мне работы баски ебать. Да ты ел. Кто-то пошли вырежет свой баскет. Денчик, можете очки дать? Травились очень сильно, просто не очень видно на этой резине. Сразу говорю, Денис стоит колеса более подходящие для сочинской местности, но он нас решил завести, показать, что болотца у них тоже здесь бывают. Неа, не проезжаешь дальше. Да я шматок, шматок грязи, сниму на сиденье. Посмотри направо, какая у тебя лягушка сидит. Вот, Ванька, сразу видно, что УАЗик, да? Рубикон взял, развернул. Не утони, пожалуйста. Сейчас дам. Только надо громко говорить, чтобы не было слышно, как она шипит. А, ну таки дай подтачку, а я сейчас начну. Итак, дорогие друзья. Ну чего сразу, Олег, ты материшься? Я тут с людьми приветствую. Дорогие друзья. А Олег, знаете, запалил, он прям такой сразу вжился в рот. Ой, блядь, дай салфетку быстрее. Прошу прощения, что серия кончилась так внезапно. Начались сумерки и вместе с ними всякие странные происшествия. Например, там порвало два привода УАЗика. Спереди и сзади он стал вообще одноприводным. Слава богу, что хотя блокировка была. Но в любом случае выкарабкались. Просто очень долго, был долгий подъем, который очень тяжело нам давался. И, ну, просто нужна была помощь. Вот, надеюсь, еще съездим в Сочи уже нашей компашкой по осени, когда будут дожди. И много чего, ну, не растает как-то. Раскиснет. И снимем качественный оффроуд с большим количеством участников. А так, спасибо большое, что смотрели. И всем мир!